Музыка Когда долго живешь с человеком, то не сразу замечаешь главного и существенного в его отношениях к тебе. Заметны только детали, из которых и состоит это существенное. Так нельзя рассматривать величественный храм, касаясь кончиком носа одного из его кирпичей. В таком положении нельзя охватить общее, целое этого храма. В лучшем случае, кроме одного кирпича, можно увидеть еще пару других соседних. Поэтому мне стоило многих трудов и даже лет кропотливого наблюдения, чтобы сделать вывод, что жена очень меня любит. Музыка С деталями ее отношения ко мне не приходилось сталкиваться и раньше, но я все никак не мог собрать их в одно, стройное и целое. А некоторые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны. Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я возился с крахмальной сорочкой, ворот, который с ослиным упрямством оказывался сойтись на моей шее. Да сойди же ты, проклятое белье. Да чтоб ты треснула, да чтоб ты лопнула. А впрочем, ты уже и сделала это. Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова зашить петлю. Катя, зашей петлю. Нет, я этого не сделала. Как не сделаешь? Да так зашив сам. Но ведь я не могу, а ты можешь. Да, именно поэтому ты и должен сам сделать. Конечно, ну конечно, я бы могла дошить тебе эту петлю. Но ведь, ведь я не долговечна. Вдруг я урублю. Ты останешься одинок. И что ж, ничего не умеющий, избалованный, беспомощный, перед какой-то лопнувшей петлей. Будешь ты плакать и говорить, зачем? Зачем я не привыкал раньше к этому? Вот поэтому я и хочу, чтобы ты сам сделала это. Я залился слезами и упал перед женой на колени. Боже мой! Как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы того невозможного, неслыханного случая, когда тебя не будет на этом свете. Чем и как я смогу отблагодарить тебя? Продолжение следует...